Сильно негативное влияние на вероятность участия человека в профсоюзе оказывает то, что он самозамятый. Но это, в общем-то, логично. Эта переменная относится к блоку эффективных переменных. Но в данном случае здесь нету блока эффективных переменных. Или есть. Сейчас проверим. Здесь раз и два. А всего у нас таких переменных из этого блока. Вот как раз три переменных. То есть есть, получается, блок эффективных переменных. У нас фигурирует первая, вторая, третья, следовательно, относится к константе. Одна, вторая, третья относится к константе. Третья категория, таким образом, это работа семейных предприятий. Это как раз их имплоид. И вот имплои. Мы видим, она находится на противоположном полюсе. Она сильно влияет позитивно. То есть, если человек является наемным работником, то он, скорее, гораздо более вероятно вступит в профсоюз, чем если он самозамятый. Что логично. Оценим вероятности. Поскольку логистическая регрессия моделирует именно вероятности. И интерпретация этих вероятностей не самый простой процесс. Он распадается на несколько этапов. Первый этап самый простой. То, что мы уже сделали. Мы оценили негативное влияние на вероятность вступления в профсоюз. И позитивное влияние на вероятность вступления в профсоюз. Еще одна важная вещь, которую надо учитывать. Стоит в том, что логистическая регрессия в SPSS сама кодирует внутри себя зависимые переменные. Она может и перекодировать. В нашем случае нет. В нашем случае 0 это 0. И единица yes, currently. А вообще может возникнуть обратная кодировка. И это надо учитывать, чтобы не ошибиться. Начинается интерпретация с константы. Константы это контрольная группа в регрессиях без фиктивных переменных. Константа характеризует значение для зависимой переменной у респондентов, у которых все предикторы имеют нули. Имеют значение 0. В случае, когда решают эффективных переменных, в константу попадают redundant variables. Избыточные переменные из блоков эффективных переменных. То есть в нашем случае третий вариант из блока...